Всем привет! Меня зовут Авами Лиса, и я рада видеть тебя на моем канале. И сегодня я расскажу вам, как же очень бюджетно и дешево одеваться трендово, модно, хайпово. Короче говоря, как, имея очень малый бюджет, выглядеть очень классно. Но прежде чем мы начнем, я прошу тебя, да-да-да, именно тебя, подписаться на мой канал Тык. Подписался на мой канал, включил себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Ну что ж, тогда приступим. Признаюсь, что на создание этого видео меня вдохновило целых три фактора. Два фактора связаны с тем, что я не совершила покупки, которые я очень сильно хотела совершить. И третий фактор связан с моим относительным разочарованием в одежде класса люкс. Обо всем этом я расскажу вам по ходу этого видео. А пока начнем с этой истории. Недавно я была в Заре, и в Заре мне очень сильно понравились одни белые кроссовки, у которых была черная контрастная шнуровка. Я хотела их купить, и я была уже, в общем-то, на грани, взяла их, пошла с ними на кассу. Но потом я такая подумала и решила, блин, у тебя уже дофига кроссовок разных цветов, включая белых. У тебя одних белых кроссовок три пары. Нафига тебе брать еще одни белые кроссовки только из-за того, что у них черные шнурки с какими-то там беленькими буквами. Ага, подумала я и решила, что мешать мне взять самые обычные черные шнурки и продеть их в те же самые какие-нибудь мои кроссовки. И тогда мои кроссовки будут выглядеть модно. Во-первых, берем ваши любимые кроссовки. И что делаем? Берем шнурки. И вместо базовых шнурков, которые были у вас в кроссовках, или у вас в полусапожках, неважно, в общем, любая шнурованная обувь, просто заменяем цвет на контрастный. Достаточно будет просто взять вашу обувь и вдеть в нее контрастные шнурки. Даже если у вас есть только цветные кроссы, просто поменяйте цвет шнурков, и вы сразу преобразуете вашу обувь. Цена вопроса, ну, рублей 20, а вот ощущение, что ботинки совершенно новые. Также помните, что сейчас очень популярны, уже какой, кстати, сезон, яркие и интересные носки. И нет ничего проще, чем из одного и того же лучка выжать новый вид, тупо надев какие-то прикольные носочки. Лишним, кстати, носки никогда не будут, так что это вещь мало того, что про дизайн, так еще и про инвестицию. Следующий совет вытек опять-таки из той истории, что я не совершила покупку, которую я очень хотела совершить. Недавно, когда я просто сидела на каких-то там интернет-магазинах, сайтах, смотрела, что вообще нового продается, я увидела голубые джинсы модели Boyfriend с розовой полосочкой по бокам. А сейчас иметь полосочки на джинсиках и на вручках, это очень, кстати, модная трендовая тема. И я подумала и решила, что мне нужны эти джинсы, и я положила их в корзину. Потом, когда я собиралась уже оплачивать свои интернет-покупки, я смотрю на них и думаю, блин, это же просто обычные голубые джинсы, и на них просто обычная розовая ленточка, что мешает мне взять ту же самую ленточку и просто пришить какой-то своей одежде, которая у меня уже имеется. И я подумала и решила, блин, да, я возьму вот эти вот красные сейчас джинсы, которые у меня уже какой-либо сезон лежат, я их просто не ношу, сама не знаю почему, пришив к ним черную ленту и реально буду носить. Возьму свои те самые красные джинсы, возьму вот обычную черную ленту. Кстати, знаете, эта лента у меня вообще какой-то коробки подарочной, то есть, да, я даже не потратила деньги на эту ленточку. Ну, и сейчас пришью моими суперкрыворукими руками, посмотрим, что будет. Да, каюсь, я уже купила моднявые джинсы несколько ранее, но просто тогда до меня не дошло, что можно просто было взять те же самые черные джинсы, которых у меня навалом, и просто, да, пришить ленточку одну или две, и были бы у меня новые классные джинсы. Но, видите, может быть, вы не совершите мою ошибку, посмотрев это видео, будет тоже классно. Если у вас мало одежды, то просто экспериментируйте с подачей одежды. Сейчас я вам покажу, как из самого базового образа сделают целых три образа. Да, они будут содержать одну и ту же одежду, но из-за того, что мы эту одежду будем немного по-разному надевать, она будет выглядеть совершенно по-разному. И вроде как, по сути, ничего не меняется, а вроде-то одежда по-другому сидит, по-другому смотрится, и даже на фотке будет непонятно, что, боже мой, это одна и та же одежда. Ну, вы понимаете, да? В первом образе совершенно нашу обычную базовую футболку и базовые наши брючки, штанишки и ремень мы надеваем следующим образом. Футболку просто на выпуск, джинсики наши тоже на выпуск, то есть ничего не подворачиваем, ничего не обрезаем, ничего не делаем, и ремень там тоже где-то внутри болтается. Такой совершенно простой базовый образ получается. Второй образ мы немного видоизменяем. Мы теперь заправляем наш топ в джинсики и оборачиваем ремень, но таким небанальным образом, тупо застягивая его в дырочки, в пряжечку, а вот так вот тупо завернув каким-то странным методом, в какой-то недоузелок. И подворачиваем еще немного рукава. И все, получается совершенно другой образ. Вот эта одежда та же самая, выглядит иначе. Ну и третий образ. Теперь сделаем гульку на футболке, так что у нас получается какой-то непонятный топик. И комбинируем это с тем же самым странно завернутым ремнем. Можно еще сделать тут подвороты или, наоборот, убрать подвороты, если вы их делали до этого. И получается еще третий образ, который выглядит уже совершенно иначе, хотя все, по сути, то же самое. Следующий совет, как разнообразить свой гардероб, это, конечно же, просто взять у другого человека и отжать шмоточку. Я в последнее время только этим и занимаюсь. Я просто, мне кажется, разграбила весь гардероб моего куна, потому что я постоянно ношу его футболки в основном. И даже вот эта вот футболочка, которая даст сегодня на мне, это не моя, это элемент мужского гардероба. Но мне она нравится, а я нравлюсь моему мужу, поэтому почему бы не воспользоваться данной ситуацией? Так вот, если у вас есть, не знаю, отец, брат, муж, кун, да я не знаю, кто угодно, как угодно это может назвать, не бойтесь заимствовать чужую одежду. То же самое касается вашей мамы, вашей сестры, вашей бабушки. Наверняка у них в гардеробе есть какой-то элемент одежды, который они с удовольствием вам дадут хотя бы на один раз поносить. А так как у нас мода сейчас все-таки это 90-е, 80-е, и вот этот вот промежуток времени, я уверена, что у вашей мамы найдется где-нибудь там в закромах очень интересный винтажный свитер, или, возможно, что там находятся какие-нибудь классные варенки, те же самые джинсы, аутентичные, кстати. И тупо взяв эту деталь гардероба, вы полностью разнообразите свой образ, вам даже не придется ничего покупать. И, кстати, да, маме вашей это очень сильно подольстит, если вы ее некогда любимый свитер, который она носила по молодости, будете носить. Я вам точно говорю, я это на собственном опыте прохавала. Конечно же, одеваться по последней моде это всегда дорого, особенно если у вас не настолько обширный бюджет, чтобы просто пойти в магазин и сметать все полки. Но есть одно приложение, и считайте это реально работающим лайфхаком, как очень сильно сэкономить деньги. Называется это приложение очень няшно кавайно, называется оно Пандао. И на Пандао реально дешево. Настолько бюджетные там вещи, что я сначала даже впала в ступор. Почему тут такие расценки? Я вам очень настойчиво советую проверить это самостоятельно. Я уверена, что вам понравится, и вы найдете себе там как трендовые вещи, так и просто вещи для души и для удовольствия. Разумеется, что мои подписчики не останутся без ништяков. И ты, да-да-да, именно ты, получишь сразу после регистрации плюс 200 баллов на свой счет. Но это еще не все. 9-го числа, 9-го февраля, стартует грандиозная распродажа. И цены будут еще ниже, чем обычно. А также тебя ждут всевозможные другие ништяки. По моему личному промокоду, юлиса, вы можете получить дополнительные 200 баллов. Поэтому после просмотра этого видео, гляньте и скачайте себе это приложение, и я уверена, оно зайдет вам точно так же, как зашло мне. Не, ну серьезно, я там заказала себе пару вещей, и я довольна, поэтому, сука, я оставлю в описании. В описании. Теперь есть некоторый парадокс. Чтобы выглядеть трендово, чтобы выглядеть модно, мало даже напялить на себя всю самую модную на сегодняшний день одежду. И даже если это супермодная, суперхайповая, какая-нибудь там люксашная одежда. Кстати, про люкс я расскажу вам дальше, и почему я в нем в некоторой степени разочарована. Это все дальше будет. Так вот, как бы вы там классно не оделись, если по какой-то причине ваша прическа, или ваш макияж, или ваше окрашивание, оно, ну скажем так, немного старомодно, или оно не идет в волне современного тренда, то ваш образ будет немного, ну, потрачен. Кстати, я этим очень часто грешу самостоятельно, поэтому я даже не знаю, что здесь еще сказать. Ну, как бы, а что еще ожидать от человека, который называет себя бомженькой, которому нравится называть себя бомженькой, и он кайфует от этого. Ну да, ну ладно, в общем, сейчас не обо мне. Короче говоря, если вы хотите выглядеть современно, если вы хотите выглядеть трендово, но у вас вот вообще нет никакой возможности купить себе даже какой-нибудь аксессуар, ну, предположим, вообще денег нет, то обычные такие моменты, как техника макияжа и прически современные, они вам все затащат. Возможно, кстати, я выложу видео с макияжем, какое сейчас в моде, свой инстаграм, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, он классный у меня, точно говорю. И теперь про прически. В этом сезоне очень модные будут платки. Платки на волосах. И платок это просто гениальная инвестиция, потому что стоит она очень дешево, рублей 100 или рублей 200. И использовать этот платок вы можете, блин, по разным назначениям. Вы покупаете одну вещь, а как бы удовлетворяете целых три функции. Например, вы можете использовать платок как браслет. Да, например, вы можете использовать платок как модную деталь прически. И также вы можете использовать платок по своему прямому назначению, то есть как повязочку на шею. Вещь одна, функции три. Особенно, если брать какие-нибудь нейтральные расцветки, те же самые монохромные черно-белые, у вас получается просто еще какой-то классический такой аксессуар, который вам, в принципе, по этой жизни пригодится. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, ставьте ваши лайки, лоисы, классики, пальцы вверх, как угодно, подписывайтесь на мой канал и добавляйте в мои другие социальные сети. У меня есть Телеграм, у меня есть Контакт и у меня есть Инстаграм, где все самое интересное, включая конкурс. Экономите ваши деньги, получайте кайф от своих каких-то новых покупок, модернизируйте свою одежду, будьте счастливыми и всех люблю, целую и всем пока-пока, до новых встреч, наверное.